Командир, 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 что вы делаете? Я выжидаю. Выжидаете? Кого? Кракета, ктулху, морские чудовища вот-вот появятся. С вами все в порядке? Ну, это легко проверить. О, в полном порядке. Вы же понимаете, что вы здесь командир, и на вас лежит максимальная ответственность. Я бы не стал командиром, если бы не понимал этого. Тогда какого хрена вы стоите тут без дела, когда наш корабль уже 20 минут как атакован чудовищами? Чудовище? Я вижу только одно чудовище. Хотя сейчас, погоди. Чудовище из давно забытых кошмаров вновь возвращаются в хэллоуиновском ивенте World of Warships. Вызов будет брошен даже самым смелым и опытным командиром в новых жутких еженедельных операциях. Режим сумеречной охоты за трофеями и королевская битва против других игроков с прокачкой кораблей прямо во время боя. Помимо уже знакомых кораблей, у вас появится возможность выйти в бой на кораблях-чудовищах. Икс-клыкорук, икс-шипоспин и икс-пучеглаз. Вместе с 15 другими игроками вы сойдетесь в бою на обновленной карте полигон, где сразитесь не только друг с другом, но и с кораблями сумеречного флота. Собери как можно больше боевых очков и покинь полигон через портал. Каждую неделю сложность сумеречной охоты будет повышаться. Увеличится время до открытия портала, очки боеспособности и урон сумеречного флота, а также количество получаемых с монстров боевых очков. Докажи, что ты способен пережить все ужасы Хэллоуина в World of Warships. Регистрируйся по ссылке в описании и забирай страшно крутой подарок. Пора играть. Сэм, хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами будем играть в игру, которая называется Void Train. Я прям кайфанул, когда увидел, как эта игра выглядит и что она из себя представляет. Для тех, кто не знает, это Рафт. Вот то же самое, что Рафт, только на поезде. И причем в каком-то странном абстрактном пространстве. Давайте будем играть. Сначала нам нужно нашего персонажа сделать. Его зовут Плеер. Он будет мужчина или женщина. Ну ладно, пусть будет мужчина, мне как-то это роднее. Какой у него будет возраст? Давайте старый, какой тон кожи, давайте. Короче, он выглядит какой-то злой ученый, поэтому я думаю, надо его делать максимально неприглядным. Сейчас мы из него сделаем красоту. Какая у него будет шапка? Нет, нет, нет. Прям такой, знаете, мистер злодей. Мне нравится. Поверни голову. Какая у него будет прическа? Никакая, ибо вообще не видно ничего. Поэтому пофигу. Длиннющий подбородок. Выпирающий и широкий. Нет, это узкий должен быть. Мой любимый тип носа, это вот такой. Хорошо, мы разобрались с его лицом. Вот этот настоящий злодей. Потусторонний явно инопланетянин. Так, теперь какой у него будет шмот. Как-то нет ничего более подходящего к этой шляпе. Ну-ка, давайте шляпу изменим. Мне кажется, вот эта фуражка ему больше всего подходит. Да, а телосложение? Я думаю, вот, дрыщовый, конечно же. А теперь начинаем новую игру. Ну, блин, мне очень интересно посмотреть, что там будет. Как это будет играться. О, русская озвучка. Запереть дверь. Хорошо, давайте запрем эту дверь. Мы что, закрыли дверь, просто нарисовав замочек? Я понял. Тут получается все абстрактно в моей лаборатории. Мы можем просто формировать реальность, изображая что-то. Он нарисовал портал, и теперь портал будет работать. Видимо, так, да? Только взаимодействие. Вот как это будет работать. Паровозик едет, едет, едет в другой портал. Вот он попал туда. Ладно, сейчас вломится. Надо быстрее. Значит, берем вот эту штуку, устанавливаем дрезину. Включите врата. Я никогда не сдамся, понял? Все, портал включен. Отправитесь в другой мир. Отправляюсь. Дай я попробую. Все. Дверь открывается в другую сторону. Это забавно. Итак, мы очнулись. Уже в другом мире. Уже в другом пространстве. Вау. Это что, хэллоуиновский ивент? А, блин. Что это? Как это круто. Это мне теперь и сабнатику напоминает. Я так понимаю, что эти тыквы, это потому, что мы в канун Хэллоуина играем. Мы начинаем наше путешествие. Только в какую сторону? Смотрите, и тут, и там рельсы формируются из ниоткуда. Я так думаю, нам нужно, значит, снять дрезину с тормоза. Хорошо. Снимаем. Все. Путешествие. Почему ты думаешь, что мы туда поедем? Путешествие. Начинается. Кто это говорит? Господь? Наши герои отправляются вперед. Навстречу. Ну куда вы? Я говорю, вперед. Навстречу. Туда. Переключите эту штуковину. Как там ее, эту самую, эту трансмиссию. А! Если тебе правильно подумал, нам туда нужно. Сорян. А, да, вот так хорошо. Ну, теперь-то наши герои точно отправляются навстречу множеству опасностей и приключений. Сколько же всего их ждет впереди? Один вопрос. О ком ты говоришь? Ведь я один здесь. Да. Такими темпами эту историю мы еще не очень скоро закончим. Ни на что не намекаю, но может поторопимся, а? Да, конечно. Конечно, братан. Нам нужно... Вот это по-нашему. Ага. Раскачивать. Полный вперед. К неизведанному. Два. Вперед к неизведанному. Соберите древесину и соберите металлолом. Давайте возьмем. Мне кажется, вот этот металлолом. Как вы видите, мы можем вот так вот с помощью этого троса покидать наш поезд. И он тянет нас за собой. Нужна какая-то... А, вот-вот-вот. Нам вот это нужно, походу. Давайте удерживаем. Возвращаемся на поезд обратно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, не могу. Как мне влезть? Я думаю, нам нужно чуть-чуть тормознуть. Тормозить. Тормозить. Блин, это какие-то существа клевые. Что это? Взять химикат. Вот, мы так можем ускоряться. Во-хо-хо. А это грязный лед. Оказывается, это не металлолом. Он не считается за металлолом. А вот это, скорее всего. Да, металлолом. Раз, штука. Черт, поезд поближе подъедет. Ну-ка, снимаем с тормоза и едем. Подобрал. Интересно, здесь можно прокачивать длину этого троса? Вижу металл, иду к нему. А нет никаких опасностей, подстерегающих меня за пределами моего вагончика? Стой. Сядь, что-то должно быть. Наверняка, что-то очень опасное. Кучу всякого поднабрали уже. Воу, здорово, ребят! Какие странные существа и какие клевые. А куда же мы собираемся? Что это за мир такой мы открыли? И куда приведет нас эта дорога? Возможно, наш герой даже сам не знает, куда он открыл портал. Но, тем не менее, здесь каким-то образом выстраивается железная дорога. Кто ее построил? Или это все лишь абстрактная вещь? Может быть, это как в случае с замком? Он его просто нарисовал, и дверь закрылась. И здесь как бы получается, что мы представляем, что есть железная дорога. Поэтому она выстраивается. А это что такое? Мне кажется, мы попали в мир фантазии нашего героя. Он ученый. А мозг ученых очень хаотичен. Полон всяких странных и безумных идей. Пожалуйста, давай, возьмись. Есть, все. Миссия выполнена. Теперь мы можем что-то построить. Итак, нажмите Т, чтобы открыть строй книгу. Строй книга. Значит, у нас есть хранение. Ничего нету, только есть производство. Все постройки. Вот. Думаю, вот это мы и поставим. Стол, который нам поможет крафтить всякие штуки. Чертежи исследовать, да? Блин, это чисто как крафт. А это не они же сделали, интересно? Итак, взаимодействие. Выберите черчок. Так, мы можем вот это исследовать. Нам нужно найти древесину еще и металл. Либо плавильня. А, все, я помню. Сначала мы слитки не можем сделать. Нам только нужно добыть побольше металла. Расплавить. Металл. А, черт, не могу дотянуться. Нет, здесь все не так просто. Мы не можем себе представить все, что мы захотим. В этом мире живут существа. Здесь есть какие-то определенные законы. И мы не можем использовать все для строительства. Нам приходится использовать вот эти вот ресурсы, которые непонятно, каким образом здесь оказались вообще. Все, нужно исследовать плавильню. Плавильный исследовый, да. Теперь мы ее можем поставить. Давайте ее прямо тут впендюрим. Значит, смотрите, она пока что сейчас только в проекте. Нам нужно еще два металлолома найти. А что мы остановились? Ну-ка, пошли. Видимо, пока мы плавильню не исследуем, мы не можем двинуться дальше. Потому что дальше нас ждет полная жесть, видимо, какая-то, которая требует плавильню. Добавьте ресурсы. Все, мы завершили. А, теперь мы можем положить немножко топлива. И давайте, да, сделаем металл. Нам нужно два металлолома найти. А мы сможем здесь такие же ловушки делать, как в рафте, чтобы они сами добывали ресурсы? Мне точно понадобится какой-нибудь помощник. Но друзей мне нету, поэтому это должен быть механический помощник, предусмотренный игрой. Знаете, в отличие от рафта, эта игра меня почему-то успокаивает. Здесь все на это работает. Музыка, красивые цвета, ничего пестрого. Все такое спокойное. Спокойный оттенок. Очень милые существа. Они словно плывут здесь. Непонятно, что это за субстанция, в которой я нахожусь. Это воздух. Это жидкость. Тормози, 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 тормози. Давайте попробуем расплавить немножечко металл. Мы можем и медь сделать, кстати говоря. Но нам нужно два металла создать. Эти существа меня сопровождают. Я только сейчас представил, как я выгляжу со стороны. Это ужасно. Я думаю, я их только пугаю. Итак, два слитка готовы. Значит, пришло время изучать. Изучено! Деревянный пол. Деревянный пол? Мы можем продлить наш вагон или не можем? Пока не можем. Давайте построим тогда вот этот вот ящичек. Ах, черт, нужно два железных слитка. Крафтся. Я думаю, надо дальше ехать. Так как ресурсы нужно бесконечно собирать. Благо, у нас уже есть опыт рафта. Боже, как я обожаю инди-шатину. Я про инди-игры. А потому что только независимые студии способны на такое. Погодите, стойте. Вот здесь. Нет места? В смысле нет места? Оп, смотрите, куча новых чертежей открылась. Короче, нужна медь. Ладно, давайте сразу сделаем тогда меди побольше. Создавай. Почему? Мы не можем создать. Потому что нет места для готовой продукции. Ладно. Давайте один металл сделаем. Заодно место освободим. Мне не нравится, что такая музыка началась. Прямо серьезная. Ооо. Что это? Там что, вода внизу? Погодите. Стоп. Мы куда-то все-таки приехали. Это не мир, который генерируется внезапно из ниоткуда. Все запланировано. Сейчас, погодите, надо освободить место. Давайте что-нибудь выкинем. Вот, взяли. Построили. Ну, наконец-то. Вот это все мы, пожалуй, перевестим. Это все, что у нас есть. Пять сраных ячеек. Ладно, давайте сделаем уже медь, наконец-таки. Я думаю, надо ехать вот в эти врата. Скорее всего, тут загрузится следующий мир. Возможно, это был тренировочный мир. Давайте ускоримся. Добавить древесину. Раскачиваем. Раскачиваем древесину. Открывай. Спасибо. Мы заезжаем. Что здесь происходит? Какие-то скандинавские руны. Ох, прям я чувствую скорость. Куда у нас? Куда у нас? Где мы? Озираясь вокруг, наши герои какое-то время пытаются понять, куда же они попали и кто вообще мог построить подобное. Осмотрев платформу, они понимают, что когда-то здесь жили люди. Бравым авантюристам приходит в голову идея исследовать заброшенное депо. Кто бы не исследовал, это обязательно нужно делать. Это депо в непонятном межзвездном пространстве или где это находится, в межмировом пространстве. Получается, опять же, как в рафте, мы будем с вами находить вот такие вот точки и будем открывать какие-то сюжетные линии новые. И, кстати, кто не смотрел рафт в моем исполнении, вот, вот здесь плейлист. Смотрите, вам понравится. Проходим дальше. Мой инвентарь набит. Может, следовало его освободить сначала? Пойдемте освободим. Освободил место, насколько получилось. Все, гоу. Надеюсь, тут не будет никто, кто на меня нападет. Но у нас, в принципе, оружия нету, поэтому вряд ли нас будет ставить в такую ситуацию, где нам нечем убиваться. Или, может быть, поставят. Я не понимаю, до сих пор это игра хоррор или это какой-то, не знаю, что это такое. Что это за игра? Оружие. Понимаете, что это значит? Черт, нам придется здесь сражаться. Хотя это, в принципе, круче, чем... Я просто разбил с собой. Значит, слабое второстепенное оружие с бесконечным количеством патронов здесь бесконечно. Это какой-то, видимо, абстрактный пистолет, который стреляет, когда я захочу. Красные баллоны должны взрываться. Это же закон игры. Каждой игры. Все, нужно покинуть депо. Вот наша задача. Скорей, давай. О, блин! Подохни, инопланетная тварь! Пойди. Извини, пожалуйста. Я не хотел. Я случайно. На сих случай. Опа, мы в новом месте. О, как-то здесь страшнее. Черный свет светит на нас. Ладно, надо собирать дальше. Те же самые существа. Могу ли убить одну из них? О, могу! Я даже не знаю. Их можно убивать и добывать из них что-то. Вовремя отстреливайте этих существ. Ведь чем больше их налипло к вагонам, тем сильнее штраф скорости. Ах вы дрянь. Все-таки они будут нам мешать. Стой! Пиявка? Это не пиявка. Или пиявка. А, это пиявка. Пошла-то пиявка. Значит, то были не пиявки, а просто мирные существа. Добрые. Я убил одну из них. Зармозим, у меня нет места. И мне нужно добыть немножечко материалов, нужных мне. Вот это пока выкинем, давайте. Мы можем теперь исследовать вот эту штуку. Медные компоненты. Медные компоненты для чего они нам нужны? Пока что еще непонятно. Так, давайте второй ящик пиндюрим. Вот сюда. Все, что нам нужно, это еще один железный слиток. А, у нас есть металл? Металла нет. Ну-ка, вот смотрите, у нас тут лежит материал. Если мы поедем... Нет, 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 нет. Все, забираем. Давайте сейчас собирать эксклюзивно металл. Стой! Блин, стой! Когда материал над поездом? Каким образом мне его добывать? Потому что он уже меня притягивает сразу, своей гравитацией. Вижу тебя! Нет? Чихо! Злоумышленник! Стой, 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 стой! Нет, нет. Полезные ресурсы. Видите, эти рельсы, их не существует. Они абстрактные, они вообще в другом мире находятся. Мне кажется, что этот поезд, он как бы находится все еще в том ангаре. Просто через этот портал мы смогли увидеть другой мир. Слегка прикоснуться к ним. И слегка убить кого-нибудь из этого мира. О, металл. Так, все, у нас теперь два ящика. Чертовски маленькие. Погодите, у нас еще есть... Видите, параметр голода и воды, оказывается. Сырое мясо к сытости. Их вообще можно будет готовить. Нам нужно будет сделать кухню себе. Давайте изучим вот это, базовые компоненты. И, возможно, даже верстак. Нет, нам еще нужно три слитка металлических добыть. Смотрите! Все подохло. Куда ты кусочек? А ну вернись. И последняя древесина дает нам возможность выучить верстак с первого левела. Мы типа стол исследователя превращаем в верстак. Или нет? Это просто стол исследователя. Верстак мы отдельно поставить где-то должны. Правда. В целом мы можем его прямо вот сюда пихнуть. Это так? Что нам нужно? Древесина и железный слиток еще три штуки. Боже мой. Я слышу, как начинает меняться музыка. Тормози. Надо что-то выкинуть. Не хватает места, ибо... Так, все. Верстак готов. Теперь мы можем что-то сделать здесь. Выбрать рецепт. Медная трубка. Проволока. А для чего нам это все нужно? Хрен его знает. У нас должно было что-то новое открыться. Вот, смотрите, лаборатория. Химические компоненты и базовые компоненты. Окей, нам нужно было создать один подшипник. Подшипник, да, нужен, но мы его даже сделать, походу, еще не можем. Короче, нам нужны болтики две штуки и медный провод. Тоже две штуки. А, нужен слиток. Только что сделал четыре слит... Пять железных слитков сделал. Этого достаточно, чтобы как раз таки изготовить два болтика. Пока не хочу никуда ехать. А то мало ли какие-то сюрпризы будет, а то музыка такая неприятная началась. Немножко напряженно как-то здесь стало. А атмосфера, ей-богу, гнетучая. Хорошо, можно дальше ехать, ибо материалов совсем мало у меня. Воу, 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 смотрите. Еда, вода становятся какими-то красненькими. Тормози поезд. О, совсем неприятная музыка стала. Смотрите, у нас еще крупная древесина есть. Нету крупной древесины, но есть жир, на котором мы можем приготовить что-нибудь. А, значит, мед. Сделаем еще меди. Три штуки. У нас есть проблема. В виде мы не едим ничего. Как это... А, вот, использовать. Фух, все, накушались. Теперь воды. Мы заодно, кстати, место освободили. Здорово. Музыка играет, работает на атмосферу, пытается меня устрашать. А я что-то не устрашаюсь. Так, здесь надо тормоз сделать. Нельзя ничего упускать. Мы подлетаем к чему-то очень важному. Я не хочу это важно упустить. Это заметно, что это не просто какие-то астероиды. На них узоры. Какая-то воронка изображена. Мы уже подъезжаем к вратам. Нам надо еще одну медную проволоку сделать. О, собственно, не хватает только одной деревяшки. Есть я нему здесь? Я думаю, пора встретиться с судьбой. Открывай врата, битш. Ща, тварь, получай. Пэу, 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 пэу. Все, открыли дверь. О, что это? Это лампа. Давайте ускоримся, наверное. А, заблокируем. Манипулируют нами. Новое депо. Что, исследуем его? Где что у нас здесь? Также есть ресурсы. Немного тут, немного там. Соберем. Опа. Какой-то бункер. О, да, битш. Металла больше. Еще больше металла. И еще больше металла. Как много металла. Окей. Мы уже можем изучить вот эту штуку. Лаборатория. И еще подшипник каким-то образом нам нужно сделать. Строительная книга. Погодите, давайте посмотрим. У нас тут открылась лаборатория. Почему бы нам ее вот сюда не впихнуть? Что нам нужно? Древесина есть. Нужны болты. Две штуки болтов. Есть. Потом мы еще можем скрафтить немножечко медных. Нам нужно две. Как раз-таки у нас для лаборатории есть химикаты. Причем довольно-таки много. И лаборатория готова. Нестабильных химикат. Он используется для полезных предметов и веществ. Короче, давайте попробуем его сделать. Создать. А мы не можем. Естественно, у нас же нету древесины совсем. Давайте ее искать. Неужели тут ничего больше нету? Мы же тут не зря остановились. Должно быть что-то прям внезапно открывающее новые возможности. Мы можем упасть? Фух. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Блин, что это? Блин, что это? У меня какой-то вселенский ужас сейчас был. Космический. Только не говорите, что вы этого не испытали, ребят. Это же пипец. Умри, мразь, отроди. Как страшно. Я, кстати, прям как человек типичный поступил. Первое желание это убить. Я испытываю страх и хочу это убить. Так, собственно, у нас уже есть древесина. Мы можем это использовать. И я прям без шуток. Это реально меня как-то ужаснуло только что. Я вообще никак не ожидал увидеть нечто огромное. Знаете, это так хорошо работает, когда тебе показывают лишь часть. И твой мозг дорисовывает самые ужасные вещи. Ладно, давай. Я готов. Снимаемся с тормом. Мне покинуть. Во! Рыща по глубинам войда. Ужасное и кровожадное существо настигает своих новых жертв. Нашим героям впредь стоит быть настороже. А, что вы имеете в виду? Эта музыка была как из челюсти прям. Так. Кажется, теперь нас ждет опасность. Где-то она все еще здесь. Так, тормозись. Тормозись. Разве не сказал тормозиться? Какого хрена? Что это? Какого дьявола? Умри. А, вон оно. Окей. Не смей. Мне тут понятно. Не смей мне жить. И нервировать меня не смей. Есть. Как выгодно умерло. Просто все, я мертво. Посмотрите, какая пасть у нее. Ой, а меня вкоцало? Я вкоцался об него? Что за кал? Типа я подошел к зубам и коцанулся? Спасибо. Это не честно. Не смейте тут летать. Пошла ты. Э, монстры, слышь? Только попробуйте сюда подлететь. Тем временем мне все еще нужен подшипник. А, смотрите. Древесина нужна. А есть? А нет. Тикс, 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 тикс. Мы... Нам нужно древесинку найти. Остается мне, эта тварь не будет появляться еще какое-то время, да? А доски планируют появляться хоть немножко? Оп. Смотрите. Смотрите, у нас есть химические компоненты, которые мы можем исследовать. Что это? О, какие-то новые штуки. Это гнезда? Кутория препятствия. Мы можем какие-то препятствия... Вот они. Значит, надо их как-то уничтожить. Стопэ, стопэ, стопэ. Вот что мне нужно. Смазка. Для этого нужно жир и еще вот эти химикаты. Все это у меня в наличии есть. Создать. Походу, мы теперь... Да, мы можем это изучить. Это базовые компоненты. А мы не будем в итоге делать никаких кухонь? Нет, никаких кухонь делать не будем. А ну, пошли отсюда нахрен. Все, не мешайте мне. Так, теперь у нас что-то новенькое должно быть. Платформа новая. Ой, надо очень много всего. А по слиткам у нас вообще минимум. Значит, надо сделать 4. Слышите? Что это было? Как будто бы какой-то паровоз вдалеке. Мне нужна дощечка. И много надо мне. И еще одна... Ах ты, как ты посмела, пока я отвернулся. Так поступить со мной. Препятствие гребанное. Пошло ты, пошло ты есть. А представляете, что загробный мир вот именно так выглядит? Это же... Это же просто, блин. Я бы путешествовал по нему сколько бы душе угодно. Душе угодно, да. Вот только бы вот это меня пугало. О, нет. Почему? Почему туман? Что за прикол? Этого не было еще. Блин, я столько древесины пропускаю. А мне сейчас она больше всего нужна. Смотрите, я могу рассмотреть этого кита. Это же прям похоже на кита. И в то же время это скат. Он выглядит безобидным на самом деле. Меня подбешивают эти тыквы. Это дурацкий хэллоуин. Это прикольный праздник. Просто хочется без хэллоуина и без свечек. Хочется атмосферы самой игры. Без привязки к реальности. Я имею в виду, без привязки к событиям реальным нынешним. Здесь и хэллоуины. О, хочется быть актуальными. Почему мы, что мы прямо к этому киту плывем? А, нет места. Стой. Стой. Надо что-то съесть. Нет, нет, носка. Нет, будто проклят. Да, собственно, погодите. Тормоз. О, нет, я слышу музыку. Мы подъезжаем. Нам еще осталось два подшипника. А для этого смазка нужна. Есть подозрение, что мы уже подъезжаем. А мы уже и правда подъезжаем. Стоп, нам нужен жир. Вот этот вкусненький жир. Черт. Стой, жир? Взяли? Это не оно вообще. Не то, это органик. Ау, больно? Мы подплываем. Мы подъезжаем. Почему я хочу все время сказать подплываем? Я готов, давайте ускоримся даже. Опа, а для чего он нужен? Что? Мы можем чинить. А, стоп, мы здесь. Почему теперь берется какой-то молоток дурацкий? Зачем он нужен? Мы прибыли на ту же самую станцию. Так, давайте еще один ящик. Вот здесь. Пора уже складывать все излишки. Вот в него. Ну что, пойдемте лес собирать. Блин, но это место, это абсолютная копия предыдущего. Почему? Просто немножко ресурсов заспаунилось и все. Так вот, блин, вот какой интересный момент. Ресурс лежит здесь. Значит, мы можем как-то попасть туда? Можем ведь? Может быть, через крышу? Стоп, 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 стоп. Давайте внимательно посмотрим. А, вот я зашел. Просто через окно можно было зайти. Ну и как бы пофигу. Раз мы все понеслась. Ах, какой прекрасный мир. Он напоминает чем-то предыдущее. Который, точнее, самый первый. Или не напоминает? Не помню этих треугольничков. Нет, что-то изменилось явно. Тем временем наш старый друг вернулся. Значит, давайте грохнуем. Все как въявка. Здесь нежелательно, как и ты. Много как засветился. Смотрите, мы прям хорошо попадаем. Нет! Ах, схватило меня. Немножко. Нифига себе, немножко. На 25 хп. Тем временем мы можем изучить уже вот этот. Стойка для контейнеров. Мы их можем типа друг на друга ставить. А! Фу! О, блинушки. Как я ожидал от этого. И значит, мы можем теперь ремонтировать. А, вот молоток. Вот молоток. Собственно, мы можем чинить. Слушайте, а может быть жир из существ добывается? О, хорошо, прям 50 хп. Потому что хэдшотнул его, да? Или в пасть открывшийся попал. Он почти мой. Ох, прям полтиннички раздаю. Теперь надо бы как-то его приманить. Поближе, поближе. Спасибо. Стук. А он ничего не выронил, говно какое. О, посмотрите, во что мы уперлись. И посмотрите, что делает эта странная пьянка. Что с тобой? Ты в порядке? Я помогу тебе. Я могу потрогать это? Такая странная фигня. Тем временем мы подъезжаем к очередной станции. Давайте-ка ускоримся, посмотрим, что там будет. Может быть, что-нибудь новенькое? Или ничего нового не будет, пока мы не изучим. А чтобы изучить, нам нужен жир. А я жир не могу взять. Его нету нигде. Смотрим. Новое место. Слушайте, по-моему, это тоже самое место. Да, это определенно тоже самое место. И здесь мы увидим тоже самое. Просто ресурсы. Ладно, быстренько со зелёным. Всё, мы уезжаем. Ох ты, смотрите, всё зелёненькое стало. Мне так нравится, что миры вообще абсолютно разные все. Не кардинально, но какие-то вещи меняются. И это создаёт ощущение, что мы каждый раз в новом месте. Всё такое зелёненькое, такое интересненькое. Так, и попробуем вот сюда впихнуть. Вот это что? Оно уже готово, да? Прямо сразу, сходу. Я думаю, мы достаточно посмотрели игру на сегодня. Продолжим в следующий раз. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Посмотрите вот этот видос. Посмотрите вот этот сайт. И мой сайт с комиксами. Скоро выйдет третий номер комикса Game Hunters. Обязательно зацените, он бесплатный. И я думаю, что ещё можно сказать напоследок. Имейте такую же богатую фантазию, как персонаж этой игры. Чтобы вот такие вот миры огромные выстраивались перед вами. Ну, с вами был Юджин и всем пять!